друзья мои здравствуйте рада вас приветствовать на своем канале цветочная фея екатерина меня зовут екатерина и сегодня я хочу сделать пересадку такую модернизацию своего папоротника платицериума которые недавно я приобретала на авито есть видео распаковки сегодня у нас такой какой-то пасмурный день и как-то прямо знаете сил нет уходить и как-то что-то делать но когда я начинаю заниматься цветами откуда-то берутся у меня силы и в общем решила я тоже на него посмотрела общем какие-то вдохновения у меня возникло так что у нас по нему я его получила он он был вам хи вам ху не знаю как правильно кто там русские преподаватели русского языка напишите пожалуйста он рос во мху но он рос вот таким вот образом вот и как бы подвесить его также как он рос у себя дома у меня не было возможности он рос на балконе там к чему-то был привязаны у меня нету такой возможности поэтому я его как бы вот в горизонтальное положение привела из вертикального сначала он у меня рос в одной посадке там было много мха я ему туда подоткнула вот в такой вот коробочке но потом я стала замечать что чувствует он себя не очень открыла в общем посмотрела корешков там практически нет ничего не наращивает значит ему что-то некомфортно я так полагаю мне кажется ему было слишком может быть влажно ну в общем сейчас я смотрю у него вообще как бы торгара нету ну вот кое-кто еще держится один листик отвалился в общем грусть и печаль и надо делать что-то с ним другое в общем он у меня как-то вот изначально я его вот так вот посадила видите тот он как бы закрывает собой вот эту штуку но я поняла что надо его как-то еще плотнее чтобы не было вот таких вот зазоров посадить потому что в природе он когда растет прирастает там к дереву он закрывает собой вот эти все корни свои у него там своя свой микроклимат и чувствует он себя там хорошо вот поэтому я придумала что он у меня будет сажу его вспоминал во первых не надо чтобы было видно корни поэтому мне нужно было стеклянная плашка достаточно тяжелую чтобы он не переворачивал ее устойчивая для этого сгодился салатник из светофора так широкий достаточно то есть чтобы он весь вот так вот сюда поместился и я его буду крепить покажу вам как это будет немного полхозно но мне сейчас его важно спасти а красиво когда он нарастит корневую систему будем тогда думать как это сделать еще и красиво в общем беру я вот эту плошечку на дно я сначала думала не насыпать немного насыплю керампита дренажа вы знаете что кто смотрит меня я дренаж обычно не делаю для своего так вот даже на не еще насыплю почему так много потому что мне важно чтобы весь основной то есть он будет сидеть высоко вот так потому что мне его надо основательно здесь закрепить но для того чтобы у него не было очень большого количества вот здесь субстрата то есть не надо сократить вот эту сейчас поверхность субстрата так думаю что надеюсь что достаточно хотя не знаю может быть можно было бы и больше добавить не добавить да нет думаю хватит ладно на вот этот дренаж я вырезала из нетканого материала укровного это по моему от какой-то обуви покупаем когда вот такую вот штучку для того чтобы дренаж субстрат не просыпался вот в этот дренаж ну да сейчас это выглядит не очень симпатично эстетично но я еще раз говорю что нам надо его спасти а там уже посмотрим так теперь смотрим что у нас там вообще теперь с корнями происходит мальчишка ой 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 в общем корней нет от слова совсем от слова совсем ну вот что то жалкое какое-то там тут можно сказать больше мох чем корни и на вот этому этот мох он там к чему-то как будто бы прирос ну вот какой-то корешок поесть то есть вы понимаете да масштаб проблемы если сейчас ничего не предпринять скорее всего я его потеряю хотя посадка у него была ну даже вон листик растет кстати сила какая у папоротника вот он у меня тоже нам херос то есть вот он как бы влажность ему было но не знаю что то не то в общем мне кажется это не то вот поставите вот такой корневой сколько он уже наверно месяц точно я его получила даже по побольше и его корневая приблизительно такая же у него и было то есть я не могу сказать что она была больше хотя у хозяйки у меня к ней нет претензий совершенно поймите то есть это как бы не претензий к хозяйке это претензий скорее ко мне потому что я его неправильно значит адаптировала или общем но у него особо и не было но представить какая многие боятся папоротники многие боятся плате целью мы посмотрите какая жизнестойкость то есть вот без ничего он растет и даже это растит он листик то есть это не просто там у него какой-то листик был и остался нет он у него растет и вот этот растит те которые со светлыми вот такими верхушечками опушенные то свежие новые листики ну вот он в принципе так и растет на дереве у него то и корней особо то и немного на самом деле он берется из атмосферы но так как у нас в атмосфере нашей домашней дождей нету сверху я его не опрыскиваю особо да и они не особо любят на самом деле это даже вредно для плате целиума потому что у него вот это опушение он начинает потом подгнивать так в общем давайте пока у нас эти корешки не знаю и сохранять этот мог нужен он мне почему-то кажется что ему этот мог не особо нравится в общем я его же субстрат насыпаю сюда это мой субстрат здесь вишка в чем что он сейчас ляжет полностью своей вот этой пластиночкой я сейчас так сделаю чтобы он максимально прилегал к этому грунту чтобы не было никаких зазоров салатик такой у меня шуба шуба для папоротника как назвать керамзит под шубой немножко сейчас его пролью можно было конечно развести какую вкусняху циркон наверно какой-то без циркона я если нужно будет потом подолью так теперь теперь как резюка у меня тут вам кажется сильно не видно это хорошо в общем задача какая задача наша вот так вот его сейчас очень плотно туда вот так по видно вам все приткнуть и очень плотно примотать метод надо воду вы или вы поди вытерить вытарить сейчас я тут чуть приберусь так ну что поехали плотно плотно придавить конечно мне очень на самом деле не удобно это делать одной было хорошо если бы кто-то мне еще мог помочь так максимально под него засунуть грунт это было корочкой сейчас я сделаю сначала горку ему наоборот и на горку его посажу очень красивый конечно так ну что смотри как тебе нравится вот это ваечка она уже отмерла то есть это стерильная вая именно который он крепится к дереву и к чему бы то ни было так как же мне тебя теперь вот сюда вот надо еще субстрата подсыпать и полости вот это сухая вая она в принципе не живая поэтому он там сильно не чувствует что с ней что-то происходит единственное вот эти вот места где крепятся вот эти вот вае спороносные вот тут конечно надо аккуратненько мне всегда удивляют комментарии когда пишут особенно пересадки вы там что-то делаете медленно или вас там плохо слышно но друзья ну вот смотрите да мне надо сейчас вообще я максимально занята спасением как бы растение я думаю как мне куда и мне некогда думать в какую сторону я там с какой громкостью говорю на самом деле у меня сейчас голова занята другими вещами фух плюс мне надо держать растение вам еще что-то говорить желательно не ерунду так я беру вот такой малярный скотч это будет по колхозным но как бы вариант очень удобно мне одной ой 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 да ты что ну вот видите ногтем деранула ваечку новую теперь там дырка думаю ты малыш ой ну вот такое это дело расстройство сложности пересадок в одного да еще на камеру так в общем вот так вот сейчас закреплю надо это дело подоткнуть под вот этот листик с малярным чуть полегче скотчем конечно чем с обычным потому что он хотя бы разлепляется так 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 надеюсь тут не отклеится ну кстати уже вот этот скотч держит но я еще все равно его замотаю в целом вроде пока все хорошо чисто дополнительно даже не знаю для чего скотч и тут еще тоже такое дело главное не залепить так чтобы я видела вообще для чего у меня стеклянный горшок чтобы видела что происходило то сейчас залеплю и ничего не увижу мне кажется и хватит он там закреплен ну вот как то так ну что ж пациент на лечении в бинтиках да гипс наложили что там шину подоткну подоткну сейчас и сейчас возьму еще вот так вот полоков называется называется штука клизма не хочется произносить спринцовка вот и вот так вот туда так вот еще туда чуть чуть но сильно не буду поливать пусть он корешками своими так как нижний слой земли влажный грунта он корешками должен искать эту влагу тянуться к ней так ну что ну зато стоит он устойчиво весьма такой пирог у нас получился слоеный вот ну не без потерь жалко листик не знаю как он отреагирует на эту травму ну надеюсь что просто останется такой дефект вот ну что друзья все теперь следите как будете себя чувствовать буду стараться вам его показывать моего красавчика красавчика мой красавчик все пошла его поставлю на его солнечное место ну в смысле как солнечное на его светлое место я его поближе к окошечку передвинула вы наверно видели я рассказывала про платицериум и его показывала так что друзья задавайте вопросы и подписывайтесь на канал потому что у меня число ближется к 500 подписчикам и у меня будет посвященный этому количеству розыгрыш растений условия я отдельно сделаю видео и расскажу условия участия вот все благодарю за внимание всем пока пока пока